Об уборке снега в Губкинском и комфорте горожан в морозы, о победе борцов и крещении расскажем сегодня в программе «Неделя в городе». Здравствуйте! Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с представителями муниципалитетов из всех регионов страны. На площадке Международного форума выставки «Россия» на ВДНХ прошел первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина Силы России». В Одинцово приехали более 7 тысяч человек. Руководители собрались, чтобы перенять опыт друг друга, рассказать о реализованных проектах, поделиться решением общих проблем. Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Ну, конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяет образ всей большой нашей страны, так как люди видят свое настоящее и будущее. Глава Губкинского Андрей Бондурко также побывал на форуме. Он принял участие в различных встречах и дискуссиях. Всего же в рамках форума прошли более 30 круглых столов и 25 лекций. Работа участников завершилась общением с президентом России Владимиром Путиным. Я удивлен, насколько досконально Владимир Владимирович знает работу глав муниципальных образований. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Он поблагодарил нас всех за то, что мы принимаем большое участие в формировании комфортной городской среды. И отметил, что это очень правильное направление. Это направление будет продолжено, потому что он продлил проведение конкурсов по формированию комфортной городской среды до 2030 года. Особое внимание в ходе встречи было уделено теме специальной военной операции. Президент отметил, что сейчас очень важно сохранить состояние нашей общей сплоченности. Экстренное выездное совещание провел глава Губкинского Андрей Бондурко. Причина – очистка города от снега. Сейчас мы проехали, посмотрели все места, где работает «Автодор» по содержанию уличной дорожной сети. В последнее время очень много нареканий и жалоб на работу «Автодора». Было принято решение привлечь еще дополнительную технику наемную, для того, чтобы вывозить снег дополнительно. Несмотря на все препятствия, коммунальщикам поставлена задача – привести город в порядок в ближайшие дни. В микрорайонах уборкой занимаются управляющие компании. Центральные дороги чистит «Автодорсервис». Это предприятие на борьбу со снегом вывело максимальное количество техники – 32 единицы. Это грейдеры, погрузчики, самосвалы и не только. Очистка проходит конвейерным методом. Снег сгребают и сразу же вывозят. У нас ежедневно работают 32 единицы техники по очистке уличной дорожной сети. После проведенного совещания было принято решение дополнительно усилиться. Уже на сегодняшний день вывели еще 8 единиц техники – это самосвалы и погрузчики, которые задействованы по вывозу снега с микрорайонов города. Такая ситуация сложилась в связи со сложными погодными условиями. Вначале был сильный снегопад, а затем наступили морозы. В такой минус даже не вся техника выдерживает, говорит машинист-погрузчика Сергей Волнянко. После снегопада усилились морозы большие. Техника не идет. Вот сегодня уже за день второго коня меняю. Один в РММ загнал, второго сел. Вот так вот. Кроме морозов, очистку в микрорайонах затрудняют припаркованные автомобили. Мы заранее их предупреждаем с просьбой убрать транспорт. Ну, получается, что жильцы сами просто игнорируют. Из-за этого у нас получается проблема с чисткой передового территории. Тем не менее, график уборки дорог и дворов составлен. Работа кипит. Мы живем вот в 11 микрорайоне. У нас вычищают прям до асфальта. Вообще прекрасно. И даже приходит человек, который очищает возле забора. Я удивилась. Порядочно относятся. Никогда не хамят ничего. Все. И машину разрешают переставить. Все нормально. По крайней мере, ну, немножко. Я бы не сказал, что сильно так агрессивно чистят. Почищено нормально сейчас по городу. Вот в микрорайонах внутри надо. Работы по очистке города от снега проводятся одновременно и на центральных дорогах, и в жилом секторе. В этом списке и детские игровые площадки. Убран ли снег, целые ли малые архитектурные формы проверили единороссы в рамках проектов школы грамотного потребителя и жителей многоквартирных домов. Независимо от того, какие погодные условия в нашем городе, территории для наших детей качественные. То есть мы видим, что они почищены. Здесь можно свободно гулять, здесь можно играть. У нас составлен график. Погода вносит коррективы в график. Когда сильные морозы, техника у нас не выходит. Все перемерзает, поэтому тяжело. Поэтому стараемся в благоприятных условиях делать, корректировав планы вносить и производить очистку территории. У нас есть ручной труд, дворники, они от мафов отгребают. Потом техника проходит, это забирает и самосвалы вывозят на полигон. В борьбе со снегом максимально задействованы все коммунальные службы города. Мы зайдем абсолютно во все микрорайоны. Затача поставлена главой города. И она будет выполнена. Погода вносит коррективы в работу всех коммунальных служб. Чем ниже градусы за окном, тем выше в батареях. К примеру, при морозах в минус 50 градусов вода в системе отопления плюс 95. За тепло в городе отвечает ресурсоснабжающее предприятие «Ямалкоммунэнерго». Дежурные киповцы и электрики, аппаратчики и операторы тепло в домах и в учреждениях обеспечивают более сотни сотрудников филиала «Ямалкоммунэнерго». Я как-то сравнивал котельную с организмом человека. А мы как скорая помощь. Просто вовремя должны, как говорится, приехать, оказать помощь, неотложную этому оборудованию. Всего в Губкинском 5 котельных. По одной на водоочистных и канализационно-очистных сооружениях. И три в городе. Общеузловая, городская и котельная ДЕ-6,5. Общеузловая котельная предназначена для системы отопления и горячего водоснабжения. Городская только на систему отопления и также ДЕ-6,5 на систему отопления. В будущем будет система ГВС на новые микрорайоны 17-18. Мощность котельных впечатляет. Приведем примеры. Количество тепловой энергии, которую вырабатывают за один год котельные Губкинского, хватит, чтобы в течение часа одновременно работали более 1 миллиарда 762 миллионов холодильников. Котельные регулярно модернизируют. И даже если вдруг возникнет какая-то внештатная ситуация, Губкинсам не стоит беспокоиться. Есть резервные электровагоны. Мы находимся на объекте Общеузловой котельной. Один из основных объектов, основная артерия тепловая города. Сейчас мы находимся на энерговагонах ПШ-7. Они служат для бесперебойной работы электроэнергии, подачи электроэнергии на объект при внештатных аварийных ситуациях. Всего в городе 127 километров теплосетей. Они обеспечивают комфортную жизнь жилых домов, а также административных, социальных и других учреждений города. Создавать уют и комфорт – одна из задач коммунальных служб. В свежем выпуске «Губкинской недели» о предстоящих выборах 16 января по всей России желающие активисты, сторонники, члены партии и волонтеры «Единой России» поставили подписи в поддержку кандидатов президента Российской Федерации. Руководители регионального исполнительного комитета «Единой России» Анастасия Казанцева отметила, что впереди нас и наше государство ожидает важное историческое событие. Именно оно повлияет на дальнейшее будущее страны. Речь идет о выборах президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Сейчас для жителей России главное подойти к этому моменту с огромной ответственностью и пониманием, какой лидер необходим в нашей стране. Каждый голос будет влиять на то, какое будущее нас ждет. Также в свежем выпуске о старте приема заявлений для голосования по месту нахождения на выборах. Он начнется 29 января. Напомним, что механизм «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать на выборах в любой точке страны, вне зависимости от места регистрации. Если гражданин России временно уезжает из Губкинского в дни голосования, то ему необходимо подать заявление для голосования по месту, где он будет находиться 15, 16 и 17 марта, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России по месту нахождения на избирательном участке. Для этого необходимо заранее подать заявление в срок с 29 января по 11 марта обратиться в территориальную избирательную комиссию, либо в любой МФЦ, или подать заявку через госуслуги. А с 6 по 11 марта и в участковые избирательные комиссии. Цифра недели 50 – это количество спортсменов, которые приняли участие в первенстве Ямал-Ненецкого автономного округа по греко-римской борьбе. Кроме губкинских борцов, в соревнованиях приняли участие юноши в возрасте до 16 лет из шести муниципалитетов округа. Участников соревнований приветствовал глава города Андрей Бондурко. Он отметил, что этот вид спорта очень актуальный и в губкинском, и в целом на Ямале. И пожелал ребятам удачи. Кроме удачи, очень важно знать правила греко-римской борьбы. Этот поединок чем-то похож на шахматы. Для того, чтобы получить за одно действие высший балл, то есть 5 очков, нужно показать высшую степень мастерства. К примеру, обезвредить и поднять противника так, чтобы ни одна из частей его тела не касалась ковра. За менее эффективные подъемы начисляется по 2 очка. Соперник был крепкий, мне удалось сделать все, что я хотел. А что ты хотел? Ну, я хотел побыстрее закончить схватку. Я сделал вертушку и держал на тушу. Соперник занимается вольной борьбой. Ну, было сложнее, чем обычно, неудобно. Все пришло нормально. Мне удалось всех победить, я занял первое место. Мы поедем на Урфу, Тюмейскую область. Если там займем первое место, то на Россию. Отличные результаты показали губкинские борцы и на первенстве в Таркасале. С окружных соревнований они привезли 12 медалей, из них 9 золотых. В состязаниях на ковре участвовали 100 лучших спортсменов из Губкинского, Нового Рингоя, Лабытнанги, Ноябрьска, Тазовского и Пуровского районов. В весовых категориях от 42 до 130 килограммов. Соревнования проходили в спортшколе Олимпийского резерва «Авангард» среди спортсменов в двух возрастных категориях до 18 лет и до 21 года. Губкинский представляли 21 спортсмен. По возвращении ребят, наша съемочная группа записала интервью с победителями. Среди них 15-летний Мурат Муртузалиев. Греко-римской борьбой юноша занимается 8 лет. За это время сумел завоевать множество наград. Я выиграл 4 раза первенство «УКО», 3 раза первенство «ЯНАО», также несколько всероссийских турниров. Победил 4 соперников и Кирилл Козырев в результате тоже первое место. Победа далась нелегко. Главное – помнить совет тренера. Не волноваться, выходить на ковер с холодной головой. Делится секретами мастерства губкинский борец. А еще… Большинство решает, скорее всего, техника, выносливость и сила. Большую роль играют тренировки. Ребята занимаются каждый день по 2,5 часа. Еще дополнительно посещают тренажерный зал. Привыкли к этому, считай, несколько лет занимаемся. И уже как без ковра как-то уже день не тот. Мы уже здесь все как роботы занимаемся. Нас приводят и все. Сама душа хочет именно заниматься. И так на протяжении уже 10 лет, говорит Данил Тимиров. Вернулись с одних соревнований, победили. Готовимся к следующим. Сейчас ребята победили на первенстве Ямало-Ненецкого автономного округа. У них следующий выезд будет первенство Уральского федерального округа. Значит, в город Екатеринбург, в город Челябинск и в УВАД Тюменской области. То есть три возраста. Далее, кто выиграет на Уральском округе, поедут на первенство России. Юноши до 16 лет город Суздаль, юноши до 18 лет Владивосток и до 21 года в Москве, по-моему, будет первенство России. Губкинские борцы всегда показывают достойные результаты на соревнованиях различных уровней. Пожелаем ребятам удачи! 19 января Крещение Господне – один из главных церковных праздников, который входит в число двенадесятых, то есть двенадцати важнейших. На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях и купелях. Погода в нашем регионе – одна из самых суровых, тем более в Крещенские морозы. В эти дни начинает властвовать антициклон под названием Азиатский. Но это не останавливает губкинцев совершить обряд погружения. Я сама никогда не окуналась в прорубь, а вот у меня родители и братья всегда, каждое Крещение стараются. Ну, по их ощущениям, по их виду бодренько, классно, им нравится. Все ходим в церковь, это обязательно, также окунаемся в прорубь. Ну, мама, по крайней мере, у нас окунается в прорубь, ей очень нравится. Она вот уже, по-моему, третий или четвертый год подряд окунается. Мы сами не рискуем пока, но в церковь это обязательно. Мы же люди крещеные, надо соблюдать традиции. Какие в вашей семье традиции? Ну, на Крещение искупаться. Вот и все. Вы окунаетесь в прорубь, в мороз? Ну, сейчас уже здоровье не то, конечно, раньше, да. Но если будет погода хорошая, почему бы и нет? Есть у меня знакомые, конечно же, да, они рассказывали, ну, такой адреналин, так, это все хорошо, это все прекрасно, да. Ну, я бы, конечно, тоже хотела бы это сделать, но у меня религия не позволяет, и поэтому я не могу это сделать. Но говорят, что очень-очень хорошо, и на здоровье очень хорошо, говорит, влияет. Купание в холодной воде в Крещении не является церковным обрядом. Церковь учит, что грехи смываются только покаянием через таинство исповеди. Так что купание остается для верующих исключительно добровольным делом. Главное для христианокрещение – это посетить службу в Церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду. Освящение воды – главная традиция праздника. В это время верующие окропляют святой водой каждый угол своего дома. Считается, что святая вода в этот праздник обладает чудодейственными свойствами и способна исцелять от болезней. Здоровья и мира, доброты и любви желаем вам. А на сегодня все. До встречи в программе «Неделя в городе». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!